Итоги реализации проекта, развития суперкомпьютеров и грид-технологий были подведены на заседании под председательством главы Росатома Сергея Кириенко. За 2010 год Росатом изготовил и передал 15 российским предприятиям 21 супер-ЭВМ. В планах на 2011 год расширить линейку суперкомпьютеров и выпустить модификации с производительностью 3,5 террафлопс. Все эти машины востребованы промышленностью, сформирован заказ на их производство и поставку, он составляет 52 единицы. Турецкая делегация оценила эффективность строительства российских энергоблоков на примере КАЭС. Они посетили самые важные объекты 4-го блока, по примеру которого и будет строиться 4 блока в регионе Акуево в районе Средиземного моря. Проходители КАЭС показали смонтированный корпус реактора, главный циркуляционный трубопровод и основные технологические системы. Они увидели, что строительство идет полным ходом, в строительстве участвуют подготовленные специалисты и что нет ни у кого никаких сомнений, что блок мы пустим в 2011 году. В госкорпорации Росатом в сотрудничестве с НИАУМИФИ провели 13-й по счету всероссийский конкурс Юниор-2011. В этом году финал собрал более 200 лучших учеников выпускных классов со всей России. Конкурс проводился в пяти номинациях и лучшие будут представлять Россию на международном конкурсе. Остальные победители получили ценные призы и подарки. Этот конкурс выращивает или направлен на то, чтобы вырастить научную элиту, начать подготовку персонала для высокотехнологичной отрасли на самых ранних стадиях. Ход работ по строительству 4-го энергоблока КАЭС проверил глава госкорпорации Росатом Сергей Киренко. Физический пуск реактора намечен на текущий год и для оптимизации всех работ на данной станции внедряется производственная система Росатома. Как было заявлено, строительство не просто идет срок, а благодаря системе ПСР удастся выйти на обережение графика и досрочно произвести физпуск блока. Работа проведена хорошая. Меня в первую очередь интересовало бы, как ли позитивный, хороший опыт сделать систему. В Красноярске состоялось официальное открытие информационного центра по атомной энергии. Это уже девятый центр, открытый за последние два года госкорпорацией Росатом в регионах расположения и строительства объектов ядерной энергетики. Базовый у нас продукт – это путешествие в мир атомной энергии. Нам хотелось бы, чтобы учащиеся Красноярского края приходили сюда еще и еще. Для этого с разработчиками говорили, что они нам разрешают в наших информационных центрах показывать и другие мультимедельные продукты, которые являются такими познавательными образовательными сеансами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова